волнение вызывает любая поездка даже в пределах своей страны не говоря уже о поездке за границу перед поездкой каждый из нас присаживается на дорожку как бы на удачу желая чтобы в пути не было осложнений и все сложилось хорошо и вот тут возникает вопрос а что же нельзя делать перед поездкой как правило все женщины собираясь в дорогу начинают приводить себя в порядок делают маникюр моют голову считается что волосы накапливают много энергии а вода может просто навсего ее смыть прибегать таким процедурам перед дорогой нежелательно потому что все этот пугнет от вас положительной энергии и станет причиной сглаза заняться собой желательно за день до отъезда или же по приезду в точку назначения желательно в день отъезда стать с постели с правой ноги так как это сулит вам удачу что будет необходимо вам в пути вы еще с детства слышали наверное о том что возвращаться с половиной дороги нельзя так как это сулит вам неприятности и это примета проверено не одним поколением поэтому чтобы не пришлось вам возвращаться нужно тщательно обязательно всегда готовиться к поездке заблаговременно подготовить необходимые документы составить возможно список нужных вещей все это поможет избежать неприятностей в дороге сделать вашу поездку и комфортной и удачной но если все же что-то забыли эта вещь вам очень нужна то вернувшись домой за ней обязательно посмотрите в зеркало проговорив при этом такие слова неудачу за порогом оставляя а удачу с собой в поездку приглашаю чтобы мне во всем везло и удачное все прошло это обязательно защитит вас от негатив негатива во время поездки выходя из дома согласно учениям наших предков ступайте через порог с правой ноги так как правая нога связана с положительными энергиями и переступив порог по правилам вы будете обязательно уверены в том что ваша поездка будут удачной и обязательно закончится благополучно убирать мыть полы стирать постельное белье одежду все это рекомендуется делать уже после того как ваш близкий человек достиг места назначения разрешается мыть только посуду рекомендуется сделать уборку за день перед отъездом тогда вы будете спокойны что ваша положительная энергетика с вами и поездка закончится удачно без приключения а также убирая дом в то время когда вы собираетесь в дорогу вы можете лишиться положительной энергии в доме неудачи достигнут вас по возвращению самое страшное то что исчезнут денежные потоки и могут наступить финансовые трудности перед поездкой не стоит шить и штопать одежду даже пришивать пуговицу нельзя вообще держать в руках иголку если у вас порвалась вещь которая вам нравится и вы хотели ее взять с собой желательно заменить ее другой зашивая одежду можно зашить и вашу удачу и неприятности будут сопутствовать вам в пути старайтесь не рассказывать о предстоящей поездке кому попало не все вас окружающему с радостью воспринять вашу поездку обязательно найдется хотя бы один человек из вашего же окружения который позавидует вам что привлечет к вам негатив а в результате этого к срыву планов и большим неудачам в дороге лучше так когда вы расскажете о своих впечатлениях уже вернувшись домой отправляясь в дорогу положите в свою сумку небольшой флакончик с солью так вы возьмете с собой немного домашней энергии которая поможет легче преодолеть долгий долгий путь но чтобы ваше путешествие было удачным можно взять с собой веточку мяты чабреца или укропа в качестве оберега возьмите в дорогу как талисман красную нить она обязательно притянет к вам удачу если выходя из дома вы встретите собаку то знаете что ваша поездка будет счастливой и удачная все что вы задумали и спланировали обязательно сбудется вы знаете что стол является семейным оберегом он поддерживает связь с родным дома выходя из дома подержитесь за угол стола это поможет удачно съездить и вернуться обязательно обратно домой правда если закрывая дверь у вас упали ключи то стоит на это обратить внимание так как это народная примета говорит вам о том что в дороге могут возникнуть какие-то непредвиденные проблемы выйдя за порог своего дома идите и не оглядывайтесь так как оглядывание может послужить тому что вы захотите вернуться в дом еще раз а как следствие опоздание на поезд или самолет это можно делать только тогда когда дом исчезнет из вашего поля зрения в день отъезда не стоит выносить из дома никакие вещи и одалживать деньги это нужно соблюдать и в том случае если ваш близкий человек отправился в дорогу также обращаем ваше внимание что нельзя перед отъездом ссориться со своими близкими чтобы не притягивать негатив свой дом и не распространять этот негатив на окружающих вас людей отрицательные эмоции притянут проблемы во время поездки в виде финансовых затруднений если вам предстоит лететь в самолете то желательно под кресло положить монету желтого цвета она поможет привлечь удачу в деньгах считается что ваше благосостояние взлетит вместе с самолетом если пошел дождь перед поездкой это значит что в пути вас ждет удача вам для дальней дороги потребуется мощная энергетическая защита если не соблюдать причисленные выше правила вы будете более уязвимы в дороге а придерживаясь вышесказанного удачи и благополучия будут с вами отправляться в дорогу нужно только с хорошим настроением это залог удачной поездки помните об этом друзья ставьте лайк этому видео в комментариях напишите слово благодарю на прямо сейчас на экране друзья вы видите два всплывающих окна это следующие друзья рекомендованные видео для вас нажимайте на то ведь которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите всех вам мыслимых и немыслимых благ услышимся с вами уже буквально следующем видео